Девушки отдыхают Девушки отдыхают Двадцать хвилин и роскошная выпечка к чаю на вашем столе! Свершилось чудо! В гостях у Надеи Матвейвої незрівняна кулінарная майстриня Алла Ковальчук. Вона розповість, як замісити тісто для ромової баби, аби выпечка вийшла ніжною. Коли додавати родзинки, щоб вони равномірно розподілилися в тісті. Та як підготувати форми для выпекання, аби тісто було бездоганно пухким. Разом з вами зірка СТБ, фіналіст кулінарного шоу «Мастер-шеф» Сергій Чібар, дізнається, що зробити з ромовою бабою, аби вона щедро просочилася сиропом. На якому вогні готувати помадку, щоб вона була ідеально білосніжною. Та як приготувати ромову бабу, якщо вдома немає ні краплі рому. А також нові секрети для вашої кулінарної скарбнички. Як швидко розм'якшити вершкове масло для тіста або крему, якщо ви забули завчасно вийняти його з холодильника. Это волшебная пухня. Отже, готуйтеся! Десерт, що зігріє і додась радості в будні та свята. У вас все буде смачно! Ромовая баба – любимая выпічка французських королей, Людовика XVI і Людовика XVIII. І сьогодні ви приготовите її в тисячі раз вкусніше, ніж в самых роскошних кодитерських. Так пообіщала удивительний експерт Аллочка Ковальчук. Она научить вас і моєго гостя, фіналіста третього сезона «Мастер-шеф» і журналіста Сергія Чибаря готовить нежнішую ромовую бабу. Фіналі шоу «Мастер-шеф» – скандальний журналіст Сергій Чибар. Анастасія Волочкова обозвала півіцю Валерію проституткой. Самоупевнений і зухвалий, він не зважає на зірковий статус співрозмовника, питаючи в того все, що спаде на думку. Скажи, будь ласка, а скільки чоловіків взагалі було в твоєму житті? Сергій вважає себе професійним кулінаром, рівного якому ще треба пошукати. Я люблю кулінарів! Проте нещодавно знайшлася та, що змусила зірку спуститися з кулінарних небес на кухню та визнати, що і він дечого не вміє готувати. Ромова баба! Що таке не везет і як з ним боротися? Заразом вона нагадала Сергійові, що колись у нього вже був невдалий роман з Юшкою. Сімя, будь ласка. Тоді проблему вдалося обладнати завдяки «Все буде смачно». Тож і цього разу приборкувати Ромову бабу чоловік подався на нашу кухню. Була такая ситуация, що у родителей годовщина свадьбы, і мама – любитель ромових баб, і говорить, що на годовщину нам с отцом приготовьте ромові бабу. У мене з братом постоянна конкуренція. Після його грандізного успіху я рішився. Брата я постараюсь не то, щоб переплюнути, я постараюсь просто навросто перепрыгнути через нього. Я пришел в кухню свою, все вроде сделал нормально. Так. Це були не ромові баби, це були ромові діди. Вони розплілись, розтеклись, потеряли форму. Це жуть какая. У мене є фотографія. А, да, це, звісно, Аллочка. Похоже, бокал пива і пена наверху чесно. А вот це що за красота така? А це його ромові баби. Гораздо красивіше, ніж у мене. Я хочу научитися готовити ромову бабу. І, в конце концов, бути першим, чим мій брат. У тебе сегодня буде в тисячу раз лучше ромовая баба. Звісно, обіцяєш? Це точно. Кулинарний тест тепер? Да. Так, ромовая баба. Пять вопросів кулинарного тесту. Отвечайте, пожалуйста, вместе с Сергеем, щоб определити, наскільки ви сильні в цьому десерте. Перший вопрос. Як понять, що опара для ромової баби готова? Увеличилась в два раза. В центре появилась впадина. Стала серого цвета. Стала белой. Увеличилась в два раза. І це відповідно неправильний, Сереженька. Як правильно, ми узнаємо чуть-чуть попозже. Удивительно, але ведь опара должна увеличиться. Але не в цьому віць. А-а-а! Нас ожидають секреты і сюрпризы. Второй вопрос кулинарного теста. Як месити тесто для ромової баби, щоб воно було пористим? Міксером. Руками. Міксером, потім руками. Руками, потім міксером. Міксером? Руками, тому що тесто должно чувствовать руки повара, в конце концов. Ответ неправильний, Сереженька. Так що це таке? Третий вопрос кулинарного теста. Як заполнить форму тестом, щоб вовремя випекання ромовая баба хороша поднялась. На одну треть высоти формы, на одну вторую высоту формы, то есть до половины, на две трети высоты формы, или до краев формы. до краев. А потом она пух, и такая прям как шапка у нее огромная, красивая. Неправильный ответ, Сереженька. Там такая шапка высокая не нужна. А твой брат сейчас, наверное, смотрит и правильно отвечает на все вопросы кулинарного теста. А у нас еще их два, так что давай сосредоточься. На каком огне готовить помадку, чтобы она не потемнела? Варианты ответа. На маленьком, на сильном. Сначала на сильном, потом на маленьком. Сначала на маленьком, потом на сильном. Сначала на маленьком, потом на сильном И неправильный ответ Если так говорить помадку, помадка будет испорченной Пятый вопрос кулинарного теста Каким должно быть соотношение сахара и воды в сиропе Для пропитки ромовой бабы Чтобы она не была сухой Два к одному На две части сахара одна часть воды Один к одному Поровну воды и сахара Один к двум На одну часть сахара две части воды Или на десять частей сахара одна часть воды На одну часть сахара две части воды Ответ неправильный Понятное дело, что у меня не получилось Потому как я не знал все эти нюансы У Сергея ни одного правильного ответа А значит ему есть над чем поработать Возможно вы знаете лучше, как готовить ромовую бабу Но у Аллочки же есть такие секреты и нюансы Пожалуйста, будьте внимательны Тем более, что у нас сразу два блюда сегодня И будет еще шикарная фотография Где будешь ты, Аллочка и идеальная выпечка И бабы Да, ромовые бабы Ромовые бабы Тесто должно быть очень пористым Но при этом упругим Потому что оно должно моментально впитывать в себя пропитку И при этом не размокать, держать форму Такое тесто готовится только на дрожжах Наденька, ты будь добра, пожалуйста, включи чайник Итак, готовим тесто Вам понадобится молоко, свежие дрожжи, мука, яйца, соль, сливочное масло, сахар и изюм Все ингредиенты я заранее достала из холодильника Потому что они должны быть одной температуры, комнатной Почему? Ведь если ингредиенты будут холодными, то дрожжи просто не будут работать Тесто не подойдет и ромовая баба не получится Видимо, у меня так и случилось Обязательно нужна опара Опара питает дрожжи И они легко поднимут наше сдобное тесто Опару мы будем делать на молоке В молоке содержится лактоза Это молочный сахар И именно эта лактоза питает дрожжи На воде для ромовых баб я не советую замешивать тесто Потому что дрожжи будут медленнее работать И к тому же получится тесто серым и грубым Молоко нам необходимо нагреть, чтобы молоко имело температуру тела Нам необходимо 120 миллилитров молока Половина стакана В этой миске мы сейчас будем нагревать молоко Как стеклянные миски нагревать молоко? Молодец, Анюша спросила, а этот вопрос должен был задать ты Стеклянные миски, они являются закаленными очень под большой температурой Поэтому они выдерживают температуру Нет, не то направление, Сереженька, не отставай мисочку Ах ты ж хитрец, ты хотел сейчас на моей стеклянной мисочке эксперимент поставить? Все очень просто Мы возьмем мисочку большего размера Нальем туда горячую воду, которую Наденька закипятила Кипяток И в эту миску поставим миску с молоком И буквально за считанные минуты молоко наше подогреется Не надо будет стоять возле сотейника Нету страха, что молоко у нас подгорит Ты хочешь сказать, Алла, что оно нагреется до температуры тела? Конечно, ну а как же? Ты же знаешь, как определить, что оно уже нагрелось? Нужно капнуть на запястье Еще не нагрелось Мы должны взять 20 граммов дрожжей Я вчера купила очень хорошие, качественные дрожжи Так, пожалуйста Может молоко уже нужно вытаскивать? Да, молоко можно Все, значит вытаскиваем молоко И для того, чтобы тесто получилось качественным, пышным Мы используем живые прессованные дрожжи Они намного сильнее, чем сухие дрожжи Легко смогут поднять тесто, в котором очень много сдобы Так, Сереженька, здесь у нас 100 граммов Пожалуйста, будь добр, 20 граммов отрежь 20 граммов И сейчас мы должны руками, пальчиками, Сереженька Размять, я знаю Хорошенько раскрошить дрожжи в молоко Все, молодец Важно, чтобы они полностью растворились Если дрожжи не до конца растворятся, останутся комочки И в дальнейшем эти дрожжи не до конца поднимут нашу опару Мы добавляем сейчас в нашу опару сахар Одну столовую ложку Питательная среда для дрожжей И больше не добавляйте ни в опару, ни в тесто Ромовые бабы теми отличается от теста, что в них очень мало сахар Это те бабы, которые не любят сахар Кладость нашим бабам придаст пропитка, а потом помадка Так, Сереженька, как дела у нас там с дрожжей? Замечательно, Аллочка Надюшенька, дай, пожалуйста, муку Добавляем один стакан и вымешиваем ложечкой Не больше пяти минут перемешивать нужно Мы не должны переусердствовать, чтобы не остановить работу дрожжей Сереж, а ты помнишь, как ты в пруд упал, когда мы готовили уху на природе? Надя, помню Гляньте, какой он красивый Сереж, ты там давай аккуратно У тебя какие-нибудь еще такие смешные, забавные приключения были в последнее время? Мы с Гришей и с Надей, Мейхер, фотографировались вот так вот сидя возле торта Я не удержался и двумя руками взялся за бока И все испортил? Вот так вот за торт праздничный, молодец Покажи, какая вот опара у нас получилась Она уже похожа на 25% сметану Комков нету, мы накрываем хлопчатобумажным полотенцем И отправляем в теплое место подходить на 40 минут Мы должны ответить, Надюшенька, на первый вопрос теста Как понять, что опара для ромовой бабы готова? Сережа ответил, увеличилась в два раза Мы не можем начинать замес теста, пока дрожжи полностью не напитались и сахаром, и мукой То есть не наелись, просто говоря Если мы замесим опару раньше, мы остановим действие дрожжей И в итоге тесто не поднимется, оно будет грубым и плоским, как у Сережи получилось Поэтому самое главное, Сереженька, нужно уловить момент, когда опара чуть-чуть у нас в центре упадет Образуется как углубление Это значит то, что дрожжи свою работу выполнили, и мы можем замешивать основное тесто Это нужно знать, Сережа Ой, это не бабы ромовые, это ромовые тетки какие-то У нас есть время заняться еще одним ингредиентом, который мы будем использовать сегодня сразу в двух блюдах Это изюм Для ромовых баб необходимо 150 граммов изюма, и 50 граммов мы будем использовать для нашего печенья Хорошенечко промыли, сливаем воду Пока Наденька обсушивает изюм, Сереженька, будь добр, подай сотейничек Изюм для ромовой бабы и для печенья нужно замочить в роме Да! Изюм впитает немного алкоголя и придаст пикантности нашим ромовым бабам Сюда сейчас я налью один стакан рома Насколько можно будет употреблять такую выпечку, дети? В таких случаях изюм лучше замачивать в фруктовых соках или просто-напросто в теплой воде Включаем, ставим Прогревать будем недолго То есть температура рома должна стать где-то 50 градусов, это буквально пару минут И обратите внимание, мы сегодня с вами взяли темный ром, не светлый Светлый ром очень слабый, его выдерживает всего лишь год-полтора А темный ром один из самых крепких Его выдерживает от 3 до 5 лет в обугленных дубовых бочках За это время ром впитывает в себя насыщенный вкус Темный цвет и самое главное сильный аромат Все, выключаем Уже все, да И сейчас мы должны нагретым ромом залить обсушенный изюм Аллочка, а если все-таки рома не нашлось? Тогда изюм можно замочить в коньяке или в десертном вине Мы сейчас должны изюм накрыть пищевой пленочкой И отставляем на 40 минут на стол Пусть впитывают в себя вкуснейшие ароматы темного рома Итак, изюм будет пропитываться ромом Около 30 минут будет настаиваться опара Через 30 минут мы продолжим приготовление ромовой бабы А для нас с вами время прилетит незаметно Вы снова на кухне в Себода смачно Сегодня в меню восхитительная ромовая баба У нас замачивается изюм в роме А также около 40 минут подходит опара для дрожжевого теста Время ее проверить? Алла! Ау! И правда, Лянь, появилась вот эта вот ложбинка Вот аккуратненько ставь Теперь я беру три яйца Сейчас Сережа смешает яйца Чтобы и желток, и белок соединился Целыми яйца не добавляйте в тесто В результате оно будет тяжелым и грубым Хватит, Сереженька Мы сейчас смешали жидкие ингредиенты Мы должны смешать сухие отдельные Бери, пожалуйста, мисочку Стакан муки, пожалуйста, сюда насыпай И одну четвертую чайной ложки соли И сейчас мы должны в муку добавить опару с яйцами И соединить жидкие ингредиенты с сухими Тесто у вас будет мягкое и без комочков А теперь наше тесто нужно добавить в сливочное масло И заметьте, что сливочное масло мы добавляем в самом конце замеса теста Жирное масло обволакивает дрожжи И тем самым мешает дрожжам работать Поэтому мы сначала дрожжи подпитали мукой просеянной Чтобы они работали Да, и только после этого добавим сливочное масло Надю я просила сливочное масло специально не доставать из холодильника Я еще удивилась Все ингредиенты должны быть комнатной температуры А масло зачем-то холодным Это для того, чтобы показать еще один секрет Как можно выйти из ситуации, которая очень часто случается на кухне Забыли достать заранее масло Как размягчить масло буквально за несколько минут Без духовки и без микроволновки Нам необходим кипяток Надюшенька, будь добра, а я беру масло Берем большую тарелочку Нам необходимо 120 граммов Я сейчас его нарежу на более маленькие кубики Возьми мисочку стеклянную Чуть меньше диаметра тарелки Эту миску нужно обдать Сереже кипятком А, чтобы она стала действительно горячей? Чтобы она стала горячей, да Быстро протираем и накрываем быстро Горячо? Да, просто накрываем и все Миска отдает свое тепло И масло начнет таять Масло И масло не потечет, а просто начнет таять Пять минут, и масло будет готово Так, открываем А масло? Пожалуйста, пробуй пальчиком Глянь, посмотри А это? Осталось как было Не такая, это как кирпич Здесь 120 граммов масла Отправляй в тесто Мы должны перемешивать тесто 20 минут То есть не то, что раз, раз, раз и все Только через 20 минут В тесто появятся поры Которые необходимы нам Для правильного приготовления ромовых баб В связи с этим Есть второй вопрос кулинарного теста Да, Надюшина Как месить тесто для ромовой бабы Чтобы оно было пористым? Сережа, когда отвечал на этот вопрос Сказал, что тесто любит руки Первые 10 минут Мы будем вымешивать тесто Миксером Дрожжевое тесто миксером? Да А через 10 минут Тесто у нас станет более густое Миксеру станет тяжелее Переходим на руки Ромовая баба Это особое блюдо Взбивание миксером С насадками для теста Помогут сделать клейковину упругой И именно тогда Поры в тесте Зафиксируются И будут хорошо Удерживать форму При выпечке Мы начинаем На маленькой скорости И на средней скорости Вымешиваем тесто 10 минут Уже когда миксеру тяжело Значит все Мы останавливаемся И дальше будем продолжать Вымешивать тесто Вручную А ты, Даненька, будь добра Обсуши изюм Изюм на бумажное полотенечко А ромы будем использовать еще Так, Сереженька Видишь, что тесто еще жидковатое Еще видно, что нужно муки Будьте внимательны Мы говорим по рецепту Что мы используем Два с половиной стакана Но вы смотрите по тесту Вы можете добавлять муки Чтобы тесто у вас Легко уже можно было Вымесить руками Сейчас я уже вижу Что тесто нужно Переходить уже на руки На ручную Да Изюм я просушила Это изюм Уже просушенный И ром, который остался после изюма Да Так, и сейчас замешиваем тесто Сереженька, давай я покажу, наверное Алла Да А вот я тебе задам вопрос такой Компрометирующий Да А ну-ка А ты умеешь печь колобок? Сереженька Значит, у нас не колобок, у нас баба Движения Раз Матюху сказки Край, центр Снизу, вверх Вот движениями такими Тесто не должно липнуть к рукам И только это произошло Все Стоп Тесто готово Ой, какое Красота Колобок, да? Мы сейчас проверим Правильно ли мы замесили тесто С краю отрежь кусочек Так, что у нас там? У нас роскошное тесто На ножик у нас тесто не налипается Да Поры внутри есть То есть тесто замесили Отлично Отправляем вымешанное тесто в миску Точно так же накрываем полотенечком И отставляем Роскошное тесто Чтобы тесто настоялось 40 минут или где-то час Оно должно будет увеличиться в два раза Мы будем его еще обминать Это для того, чтобы выпустить урлекислый газ Который замедляет брожение Мы без дела стоять не будем Приготовим печенье за 10 минут Перед тем, как мы начнем замешивать тесто для печенья Будем добра включить духовочку 180 градусов должна быть Для ромового печенья с изюмом Вам понадобится Изюм Сливочное масло Сахарная пудра Ванильный сахар Яйцо Мука И ром Изюм мы уже подготовили Замачивали его в роме И мы должны сейчас приготовить тесто Нам нужно 40 граммов масла Оно мягкое у нас уже вот видно И его отправляем в миску 4 столовые ложки сахарной пудры Надюшенька, будь добра, дай Сережа Миксер с насадками венчик И следите, чтобы вы не перезбили Чтобы масло не расслоилось Так, все нормально Останавливаемся Теперь ванильный сахар 5 граммов Это 2 третьих чайной ложки Так, и яйцо Прям так, не перемешивая Не отделяя желток от белка Нет, все вместе Просто Да, это же очень быстро 10 минут и будет вкусное печенье Так, давай, миксером соединяем Надюшенька, приготовь 150 граммов муки нам надо будет Начнем Давай Масса у нас стала желтенькая Однородная Похоже чем-то на зущенное молоко Правда? Да Сейчас мы добавляем муку частями И перемешиваем Останавливай Со стеночек Так, теперь мы должны добавить сюда 2 столовые ложки изюма Перемешиваем Надюшенька, ты будь добра Дай противень и пергаментную бумагу Для того, чтобы пергамент не ездил Мы будем использовать масло сливочное Смазывать дно формы Да Теперь сверху пергамента Мы приклеили, получается, пергамент Правильно Да Возьмем один пакет То есть у нас будет по типу кондитерского мешка Сейчас мы отправляем туда тесто Надюшенька, теперь давай прорезаем там дырочку Где-то сантиметр У нас тесто не редкое О, поэтому, чтобы оно хорошо выросло Да, да, да Понятно Аллочка, покажешь? Да Класс Красиво какао На расстоянии 2-3 сантиметров друг от друга А может быть, теперь Сережа будет? Раз и отрываюсь Отлично Молодец Красиво, слушай Мы должны, где изюм сильно вот так вот выглядывает Спрятать его вовнутрь Да? Потому что в духовке он может подгореть И отправляем в духовку Духовка у нас 180 градусов 6-7 минут будет достаточно Это печенье очень быстро выпекается А мы же скучать не будем Нет, конечно У меня есть интереснейшее дело для тебя Нужно завязать тебе глаза Мама, на руле моя Я буду подносить тебе мисочки А ты на ощупь Будешь определять, что в них Испытание началось Фу, какой-то Это какой-то фрукт Это желе Второе Это приятное, такое, знаешь, красивенькое Ну че ты Фу Это копыто Это куриное копыто Следующее Легкотня Вот она, легкотня Давай Вот Это киви Вот это вот Смелее Да не съест он у тебя Бери быстрее Так это наше тесто И, наконец, будь осторожен сейчас Что это, Сереженька? Фу, это какое-то слизкое что-то такое Ну это мы и без тебя, допустим, знаем Это яйцо Это белок Ну вот оно все Перед тобой Копыто, я же говорил Ну какие же это копыто? Это куриные лапы Я все угадал Нет, ты молодец, Сереженька Да Ну круто Шесть минут прошло Сереженька, доставай печенье Ах, красивое Давай А румяное какое Ага Мы сейчас быстренько снимем с противня на тарелку И отправим печенье наше остывать Вот вам и пожалуйста Такое нежнейшее печенье Всего за 10 минут 20 минут прошло у нас И мы что должны сделать с тестом? Опять его Обмять Он опять станет маленьким И мы опять поставим его подниматься Все Ставим 20-25 минут Чтобы тесто еще раз подошло Через 25 минут Мы вернемся к готовке А для нас с вами время пролетит незаметно Вы снова на кухне Все будет смачно Мы готовим десерт с добавлением рома Остывает нежное рассыпчатое печенье С пикантным изюмом И подходит к концу Второе отображение дрожжевого теста Для ромовой бабы Оно у нас опять поднялось Да Сейчас мы должны Тесто Снова отмять На, пожалуйста, тебе растительное масло Алла, а для чего мне масло в тесто? Смазываем поверхность На которой будете работать с тестом И точно так же руки Это для того, чтобы оно не прилипало А почему муку мы добавлять не можем? Потому что мы забьем тесто Оно будет очень жестким Выкладываем тесто на дощечку Именно сейчас мы добавим изюм Тесто чуть-чуть распредели по дощечке Разминаем, да? Изюм весь отправляем в центр нашего теста Весь изюм? У нас уже в формах для выпекания Очень важно выбрать для выпекания ромовых баб Правильную форму Она должна быть обязательно ребристой Узкой внизу и широкой сверху Это для того, чтобы тесто хорошо поднялось в высоту Побольше, поменьше Давай, Надюшенька, возьмем и побольше, и поменьше Включи 200 градусов в духовку Да Мы должны формочки смазать сливочным маслом Чтобы ромовая баба у нас не прилипла Начинаем сначала с ребер Хотел у тебя спросить Да Ты довольно откровенный человек Что думаешь? А иногда и не успел подумать, уже сказал А бывало ли такое, что ты пожалел в своей жизни о том, что ляпнул? Работая на телевидении Нужно всегда думать сначала, что ты говоришь Потому что все, что ты говоришь Это видят люди, телезрители И ты несешь ответственность за то, что ты говоришь Помните ли вы свой первый секс? И где он произошел? Ты спала с продюсерами? Блин, гнать из проектов, ебантери Вот она, гниль всех этих участников Значит, смазали сливочным маслом Присыпаем формой мукой А лишнюю муку убираем Вот таким вот движением Вот так вот выглядит формочка Мы должны поставить формочки на противень И отправить пустые, без теста В духовку на пару минут Формочки должны нагреться Именно из-за того, что формочка теплая У нас быстрее начнут Тесто начнет подниматься Сколько секретов Прогреваем Отправляем А сейчас пришло время ответить на третий вопрос кулинарного теста Как заполнить форму тестом, чтобы во время выпекания ромовая баба хорошо поднялась? Ты предположил, что до краев формы А на самом деле, Аллочка? Заполнять форму нужно только на треть формы Если взять больше, то тесто при выпекании убежит из формы Свалится на бок и все Если мало, то она будет некрасивая Не будет вот этой вот шапочки А для того, чтобы заполнить форму, уже можно их достать? Конечно Они уже прогрелись У нас три формы побольше И три маленьких То есть мы должны отделить три кусочка побольше теста И три поменьше Самое главное у бабы, чтобы шапочка была красивая и ровненькая И все неровности, которые на этом кусочке видно Нужно под низ спрятать И постарайтесь вот вовнутрь вот так вот его завернуть Краешки И продавливайте через руку Тесто в формочках в тепленьких И вот сейчас оно должно подойти еще третий раз Мы накрываем полотенечком и отправляем на задний стол Минут 10-15 и они у нас подойдут За это время мы подготовим желточек для смазывания поверхности баб Так, давай, рассоединяй белок и желток Надеженька, будь добра, дай вилочку Взбей желток до однородной массы Все У меня снова к тебе задание А вот попробуй сейчас что-нибудь выведать у Аллочки Или задать ей какой-то каверзный вопрос Да так, чтобы она тебе не пришила А у меня удар левой хороший, Сереж Алла, вот ты уже не первый год на телевизии Не первый год на СТБ Почему ты до сих пор ездишь в Кременчуг? А ты хочешь, чтобы Аллочка с тобой жила? Здесь? Я думала, ты спрашиваешь, почему ты ездишь на метро? Потому что мой город самый красивый Я приезжаю и попадаю просто в райте Выкрутилась? Да Так, Сереженька, будь добр? Подошли, класс Вот видите, как отлично И слегка сверху покрываем желточком И еще очень важный нюанс Часто получается, что внутри баба нежная и пышная А корочка сверху твердая И именно эта корочка не дает сиропу пропитать бабу внутри И для того, чтобы не было вот этой плотной корочки Мы в духовку поставим противень с водой Красиво, как слушай, блестящие такие Сережа берет сейчас противень с нашими ромовыми бабами А я беру противень с водой Выпекать бабы будем 20-25 минут Температура 200 градусов А мы пока очень быстро за это время должны сделать белоснежную помадку и ромовую пропитку Основу и самое вкусненькое в ромовой бабе Для помадки возьмите сахар, воду, ром и лимон Помадку мы сегодня сделаем в двойной пропорции, чтобы украсить не только ромовые бабы, но и печенье Поэтому если вы готовите только ромовые бабы, уменьшайте все ингредиенты в два раза Сотейник, пожалуйста, Сереженька, бери Сюда наливаем воды холодной, чуть больше, чем полстакана И сюда в сотейник отправляем 300 граммов сахара или полтора стакана Надюшенька, напомни вопрос теста На каком огне готовить помадку, чтобы она не потемнела? Вариант ответа сначала на маленьком, потом на сильном не подошел Помадку нужно варить только на сильном огне Нам нужно очень быстро растопить сахар и выпарить воду Если будем варить на медленном огне, то сахар начнет темнеть, карамелизироваться очень сильно, поменяет цвет А нам нужна идеально белая помадка Интересно Высыпаем сахар Перемешиваем для того, чтобы сахар растворился в воде Накрываем крышкой пар, который будет образовываться Будет стекать по стенкам нашего сотейника И будет смывать кристаллы сахара, которые будут там образовываться И ждем, пока жидкость наша закипит Нам необходимо будет 2 столовые ложки лимонного сока Я купила вчера классные такие лимоны Свежайшие вообще И на такие нам сегодня понадобятся Так, пожалуйста, тебе лимон Так, сейчас открываю и выливаем сюда 2 столовые ложки лимонного сока Видите, на стенках нету совершенно кристалла Сейчас 5 минут наша помадка варится на сильном огне Мы должны подготовить емкость с водой для того, чтобы ее охладить Охлаждение должно быть мгновенное, да? Да, сотейник еще горячий, то есть продолжается процесс варки И для того, чтобы остановить, мы должны моментально пустить в емкость с холодной водой Взбивать нашу помадку мы будем только деревянной лопаткой А почему деревянной? Потому что к венчику сразу все пристанет, металл А деревянной самое лучшее получается растирать по стенкам Вот видишь, какие пузырьки у нас образовали Так это о чем говорит Алла? Это о том, что уже наша помадка готова Сейчас мы должны опустить сотейник в холодную воду И моментально начинать взбивать Как будто взбиваешь эту массу, и она начнет белеть у нас Давай, 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 давай Интенсивно нужно вот так вот, давай, не бойся Да, действительно белый Давай, давай, колоти, колоти Теперь ставь на дощечку, Сереженька Ты еще там живой, Сереженька Ой, Алла Запомните, чем интенсивнее вы взбиваете, тем быстрее получится помадка, и она станет у вас белой Алла, хватит? Конечно, хватит Так, теперь мы добавляем две столовые ложки рома туда Но ром мы используем тот, который в изюме, Надюшенька, у нас был Перемешиваем А запах какой, этой помадой можно мазать, не знаю, всю на свете Помадка готовая Чтобы на поверхности помадки не образовалась пленочка, мы должны накрыть помадку влажным полотенцем Отправляй на задницу А мы сейчас приготовим очень быстро пропитку Но ты говорила, что пропитка будет тоже ромовой Конечно, для пропитки приготовьте сахар, воду и ром Надюшенька, будь добра, напомни, пятый вопрос теста Каким должно быть соотношение сахара и воды в сиропе для пропитки ромовой бабы, чтобы она не была сухой? Ты предположил, на одну часть сахара две части воды А на самом деле? Правильно, пропорция один к одному Именно тогда пропитка будет достаточно жидкой, чтобы полностью пропитать наш десерт Стакан и две ложки сахара и один стакан воды Так, перемешиваем Варим сироп до полного растворения сахара А не накрываем крышкой? Нет, здесь воды очень много, поэтому здесь не будет кристаллов сахара Сейчас время подошло проверить, как наши ромовые бабы 25 минут они выпекаются в духовке Проверяем на готовность нашим привычным способом Деревянная шпажка Сухая Значит, бабы ромовые готовы Какие красивые бабы И румяные, и пышные, и ароматные Сейчас мы должны сделать, чтобы бабы наши остыли Мы должны вытащить с формы очень аккуратно И расположим их на решеточке, бочком, чтобы не было отпечатков ни на ножке, ни на шапочке На бочок, на бочок Так, вот Ой, как красиво Такие бабульки Закипела наша пропиточка, выключаем Когда она остынет Когда мы ром добавляем Мы добавим туда ром Ром в пропитке, это главное в ромовой бабе Рома может не быть в изюме, в самой помадке, но в пропитке он должен быть обязательным Пропиточка наша уже остыла Мы должны добавить 50 мл или четверть стакана рома Емкость берем пошире, для того, чтобы было удобней туда окунать ромовые бабы Выливаем В основании ромовых баб мы должны сделать проколы, чтобы пропитка как можно глубже зашла в средину Мы вот так густенько прокалываем И опускаем в пропитку где-то на сантиметр, на 15 секунд И переворачиваем и ставим, пусть туда пропитка идет Давай, Сереженька Эти можно по две и даже по три А я беру сотейник с помадкой Мы сейчас будем окунать в нашу помадку Точно так же Опустить И вот так вот прокрутить Вот так и вернуть на башню Боже, какая прекрасная ромовая баба Пожалуйста, Сереженька Я хочу попробовать так тоже Это просто нечто Наши ромовые бабы должны несколько часов настаиваться Помадка застынет Они хорошо пропитаются внутри и будут нежными и мягкими А я пока расскажу вам, как эффектно украсить наше блюдо Ее украшают веточкой мяты и присыпают тонкими полосками апельсиновой цедры Ромовое печенье с изюмом Его можно украсить светлой и темной глазурью Чтобы приготовить темную глазурь, растопите на паровой бане черный горький шоколад Светлую глазурь готовьте так же, как помадку для ромовой бабы Или же растопите белый шоколад Выложите печенье в один слой на ровную поверхность И полейте тонкой струйкой глазури Свершилось чудо, да, Сереженька? Ну, на это приятно смотреть Ау Так дай же я вас сфотографирую Давай Отлично Так давайте же теперь насладимся вкусом этих удивительно красивых лакомств Ой, какая прелесть Альпоматка застыла Ох ты мой, какой запах Прекрасно Никогда я не ела еще такой вкусной ромовой бабы, ребята Тесто, которое отличается кардинально от всей дрожжевой выпечки Такое плотное, пористое, сочное, благодаря пропитке Идеально Теперь пришло время печенья Смотрится как празднично, да? Печенье идеальное Бабки вообще изумительные Печенье идеальное Это роскошные ромовые бабы Роскошная кухня Все будет смачно И роскошная Надя Матвеева И роскошная моя подруга Алла Ковальчук Для найсмачнейшей в вашем жизни ромовые бабы Вам знадоблятся Свежие дрожжи, молоко, борошно, яйца, вершковое масло, цукор, сель, родзинки и ром Для сиропа возьмите Цукор, воду и ром А для помадки вам потребны Цукор, вода, лимонный сик и ром Приготуйте опару В тепле молоко додайте дрожжи, цукор, борошно Та перемешайте Залиште опару на 45 хвилин у теплому місці Залейте родзинки підігритим ромом Замесіть тісто В опару додайте збиті яйца Потім влейте її в борошно, сіллю Та додайте м'яке вершкове масло Вимісять тісто спочатку міксером А потім руками Загалом 20 хвилин Залиште на 40 хвилин За цей час один-два рази обімніть його До готового тіста додайте родзинки Форми змастіть маслом, посипте борошном І трохи нагрійте їх З тіста сформуйте кульки та викладіть у форми Залиште, щоб підійшли Змастіть тісто жовтком І випікайте за температури 200 градусів 25 хвилин Приготуйте сироп Воду і цукор в однакових пропорціях варіть Помішуючи до повного розчинення цукру Остудіть, додайте ром Приготуйте помадку Цукор і воду варіть на сильному вогні під кришкою Коли цукор розчинеться, додайте лимонний сік Проваріть упродовж 5 хвилин Зніміть сотейник і швидко охолодіть помадку в холодній воді Збивайте її, поки помадка не стане білою і гладенькою Додайте до неї ром Готову помадку залиште остегати, накривши мокрим рушником Готові беби вийміть з форм та остудіть Проколіть денця беб з зубочисткою в кількох місцях Просачіть їх сиропом і прикрести помадкою Настоюйте від однієї години до одного дня А секрети вибору продуктів, необхідних для цієї страви Ви завжди можете знайти на сайті Для цього треба просканувати QR-код, який ви за кілька секунд побачите на екрані Крим ромової баби, ви здивуєте гостей ромовим печивом з родзинками Аби його приготувати, візьміть Родзинки, ром, вершкове масло, цукрову пудру, ванільний цукор, яйця та борошно Залейте родзинки підігрітим ромом Зместіть деко вершковим маслом і застеліть пергаментом У місці збийте масло і цукрову пудру Додайте ванільний цукор, яйце і ще раз збийте Додайте борошно до масляної суміші та добре перемішайте Додайте родзинки Перекладіть тіст в кулінарний пакет і вичовте на деко невеликими порціями Поставте в духовку та випікаєте впродовж 6-7 хвилин за температури 180 градусів Додайте бачити на наш канал Привет, друзі! Спасибо, що дивите наше видео в Ютюбі Якщо воно вам понравилось, поділитесь з друзями в соціальних сетях А це значить, що підпишіться на наш канал, просто нажав вот эту кнопочку Я вам обіцяю, я вам гарантирую, все буде смачно!